Штраф Синдры и Мэр Пенат Так как цепочка довольно долгая, вся эта часть будет посвящена именно ей Доптная запись была сделана до обновления чемпионатов Пони и Форфинта Так что не удивляйтесь, что там немножечко все по-другому Привет! Должно быть ты из новичков в конюшне Мурланда Я прихожу сюда уже много лет, так что если у тебя будут вопросы об этом месте, то не стесняйся их задавать Кстати, я Синдра, приятно познакомиться Я прихожу в лагерь верховой езды в конюшне Мурланда уже столько лет Что если бы у них была карта учета, то я бы уже заработала бесплатную лошадь Ха-ха, было бы здорово Но мистер Мурланд ни за что не расстанется со своими лошадками Тут у вас есть два варианта ответа, как же ответить на данный вопрос Упомянуть, что вообще-то данная лошадь вам досталась почти за даром Или же сказать, что действительно да, лошади не дешево И лучше промолчать о своей собственной ситуации Ну и ладно, я накопила денег и теперь могу купить себе лошадь К тому же мистер Мурланд сказал, что он уже научил меня всему, что знает Пора искать новые пастбища У тебя получится, Синра Спасибо, и поэтому я отправляюсь в экзотический форт Пинта Знаешь про это место? Это реально побережье с богатой историей и изобилием лошадей И у них есть дискотека Как только я доберусь до этого места, то сразу же куплю лошадь своей мечты Проблема в том, что я немного заблудилась По сути, варианты ответа не меняют суть беседы Но иногда в некоторых заданиях может быть разная реакция на них Но так как это самое первое задание, ты все равно ее подвезешь верхом на своей лошади Ты правда мне поможешь? Большое спасибо! Следующая остановка Форт Пинта Форт Пинта Субтитры сделал DimaTorzok Боюсь, тебе придется слезть с лошади и пойти со мной Ты нарушила статью 46Б Кодекса Верховой Езды Форт Пинта Кодекс Верховой Езды? Что это? Незнание закона не освобождает от ответственности Посмотрим, это 7000 шиллингов за езду вдвоем и не в предназначенном для этого зоне 3500 шиллингов за превышение скорости О, Джейсик, это моя вина! Ты же приехал сюда ради меня, я заплачу штраф Ага! И 15000 за попытку передать обязанность по плате штрафа постороннему лицу О, ужас! Я сделаю, что смогу, но... Никаких но! Штраф 4000 шиллингов за но! Но... Не испытывай меня Да вы просто злостные нарушители Вы должны сейчас же отчитаться министру туризма Он решит, что с вами делать Субтитры сделал DimaTorzok Министр туризма? Он перед тобой Это я, Джеймс Клаудмилл Итак, что привело вас к министру туризма? Я очень занят, имейте это в виду Они виновны во множественных нарушениях законодательства Форт Пинтера Это правда? А ты не слишком молод для министра чего-либо? Джеймса назначил мэр Пинат Ты же не станешь спорить с мэром, верно? Чувак, я все понял Иди посмотри за порядком на дискотеке Или займись чем-нибудь еще Извините, министр Конечно, министр Итак, давайте угадаю Капитан Уотерлу прицепился к вам по какому-то дурацкому поводу Ух, так все в порядке? Нет, у вас большие неприятности Подожди, Джессика не виновата Я заплачу штрафы Как сказал охранник, я должна 29 500 тысяч шиллингов Он не уточнял плату за оформление документов Так что для равного счета пусть будет 50 тысяч Эй, не смотри на меня так Это правило мэра Я всего лишь скромный государственный служащий Который должен следить за их выполнением О нет, я надеялась купить на накопленные деньги новую лошадь Но... Так вы любите лошадей Тогда у меня есть работа для вас двоих Через 15 минут здесь причалит целый корабль туристов А мои лошади для аренды пасутся на пастбище Если туристы останутся без лошадей, то это испортит их отдых Это грустно, чем мы можем помочь? Вы приведете их? А я разрешу тебе приехать на одной из них верхом Синдра Ура! Я обычно оставляю своих лошадей отдохнуть рядом с лошадиной ярмаркой Фердинанда Вернее, даже на самой ярмарке Фердинанда Верьте мне, у нас с ним договоренность Мои лошади хорошо влияют на его бизнес Так что он любит, когда они приходят Привезти лошадей? Да я рождена для этой работы Ладно, хотя подозрительно все это Ведите лошадей как можно скорее И я возможно поговорю с мэром насчет снижения ваших штрафов Советую запомнить раз и навсегда Джеймс во всем и везде ищет выгоду Хотя он достаточно молод Ему, по-моему, нету и 20 Он постоянно заведует всеми мероприятиями Форт Пинта Для привлечения туристов и прибыли Так что он еще будет постоянно пытаться на чем-нибудь заработать Но при этом паренек он неплохой Он не вредит природе И, конечно, зацепление занимается коварными деяниями Просто очень обожает деньги Но все-таки в пределах границы разумного Ну и так как мы сейчас впервые приедем на ярмарку лошадей Фердинанда То познакомимся с ним и его лошадками Я Фердинанд Это моя жена Эдди А это наша лошадиная ярмарка Годами мы со своим караваном путешествуем по Юрвику Стараясь подобрать для таких наездников, как ты Идеальных лошадей и качественное снаряжение Баронесса Сильверглейд разрешила нам остаться здесь у моря После стольких лет, проведенных в дороге Мы хотим, наконец, осесть и пустить корни Ты хочешь пустить корни? Не поверю, пока не увижу своими глазами Мы говорили об этом, Эдди Мы же всегда этого хотели Найти место, которое станет нашим домом И лошадей больше не будет укачивать Здорово! В каждой конюшне и деревне этого острова Есть особые лошади, каких нигде больше не найти Но здесь, на лошадиной ярмарке Фердинанда Самый большой выбор счастливых и здоровых лошадок Ты, должно быть, думаешь Фердинанд, неужели это все лошади, которые у вас есть? Мне казалось, у вас самый большой выбор на всем Юрвике Хочу тебе сказать, это лишь малая часть наших лошадей Что думаешь, Джессика? Хочешь увидеть больше лошадей? Зачем спрашивать, Фердинанд? Это же Юрвик Разумеется, наша подруга хочет посмотреть на других лошадок Я знаю, но на всякий случай говорю Чтобы пролистывать лошадей на экране, используй панель переключения О, смотри, еще один покупатель Подожди минутку, Джессика Фердинанд, это все лошади, которые есть в продаже? Мне говорили, что у тебя лучший выбор на всем Юрвике Очень своевременный вопрос Джессика как раз собиралась продемонстрировать, как можно увидеть других лошадей с помощью панели переключения Давай, Джессика, покажи нашему покупателю новых лошадей с помощью панели переключения Немножечко расскажу вам о ярмарке лошадей Раньше она появлялась то ли раз в месяц, то ли каждую неделю в абсолютно разных местах по Юрвику И каждый раз приезжали разные лошади Ух ты, сколько лошадей! И это только начало? Джессика, можешь пролистать панель переключения дальше? Но потом разработчики решили, что бегать и каждый месяц искать, где же эта ярмарка, ведь не все читают новости, очень трудно И решили оставить их здесь Ого, мне нравятся все! Еще, еще! Давай еще раз, последний Раньше здесь было еще больше лошадей, где-то 7 страниц Но так как их постепенно удаляют первые и вторые поколения, пока что их всего лишь три Ох, слишком много лошадей Распространенная реакция Эдди, принеси ей, пожалуйста, чашечку чая Спасибо тебе за помощь в демонстрации работы панели переключения Пользуйся ей в любое время, когда захочешь посмотреть, какие лошади есть в продаже Мы считаем, что каждая лошадь заслуживает нового дома Вперед, смотри сколько угодно Возможно, ты найдешь нового друга и заберешь его в свою конюшню Ну а теперь напоминаю, что мы ехали с заданием от Джеймса из Форт Пента за лошадками на пастбище Так вот, эти лошадки стоят прямо около каменного забора при выезде из Морланда Вот это место Ты готова отвезти лошадей к Джеймсу? Странно, я была здесь так много раз и всегда думала, что эти лошади принадлежат Фердинанду Кто бы мог подумать, что на самом деле он одалживает их у Джеймса Что-то мне подсказывает, что это Джеймс их одалживает у Фердинанда Думаешь? Но он кажется таким искренним Стойте! Что вы делаете с лошадьми? Ты знаешь про прохвоство Джеймса Клаудмила? Джеймса? Разумеется, знаю Отличный парень Я плачу ему за то, что он устраивает моим лошадям зарядку Вы же поэтому и пришли Давайте, забирайте их Не буду же я держать их в зацеперти целый день, верно? Я знала, что Джеймсу можно верить Давай отведем этих лошадей Форт Пента, пока не приехали туристы Здесь есть некая странная система Если ты быстренько похватишься и успеешь Отогнать лошадей с пастбища до того, как от них отъедет Синдра То они будут считать, что их ведет Синдра И они будут ехать на одной скорости И ни одна лошадь не отстанет Но если ты не успеешь это сделать У меня, кстати, было такое, что я все-таки один раз Смогла почти всех лошадей быстренько подогнать к Синдре А вот одну пришлось везти самой То у тебя будет меньше работы Синдра на автоматическом ходу доедет с остальными лошадками До конца маршрута, до Джеймса А тебе нужно будет везти всего лишь одну лошадь Но если ты не успел, то тебе придется везти либо всех, либо двух Но иногда, в некоторых моментах дороги, они разъезжаются в разные стороны И приходится притормозить, чтобы вначале провести одну лошадь чуть вперед, а потом вторую И так дважды в течение всего маршрута Ну а пока мы неспешно гуляем, я расскажу вам еще одну очень интересную и занимательную историю Связанная со старой версией ярмарка лошадей Фердинанда Это было очень интересным событием Они ежемесячно приезжали в разные точки по Юрвику К примеру, я обожала, когда она приезжала на конюшню Юрвика около Ярхема Ну а также еще на ферму Стива Лошади были каждый раз разные Поясняю, у них был базовый комплект лошадей, которые были первыми поколениями И они просто делились на категории, в каком месте какие лошади стоят И если ты, допустим, не успел приехать на конюшню Юрвику во время ярмарки ради какой-то лошади То жди, когда они приедут туда через несколько месяцев в следующий раз Ну и также был один косячок Вы знаете историю про араба первого поколения? Такой, темненький, почти гнедой, почти вороной, немножечко с огненными пятнышками Так вот, это самая шикарная масть, я считаю, из арабов первого поколения И разработчики в какой-то момент умудрились ее потерять И как бы ни приезжала ярмарка с лошадьми, данной масти там не было Но как только Фердинанд осел около фортпинта, эту масть вернули С пояснением, что они просят прощения за то, что случайно удалили эту лошадь с ярмарки Фердинанда А вот, кстати, и тот самый неприятный момент во время всего этого маршрута с лошадками для Джеймса Именно здесь, на этом пляже, лошади разъезжаются дважды Вначале здесь, в самом начале каньона, где вы видите скалы, заборы и деревянные домики для хранения вещей И уже непосредственно в самом каньоне они тоже разъезжаются Так что здесь придется нам с вами задержаться, ведь мы ведем аж трех лошадей Потому что немножечко схалтурить на одну лошадь не получилось Так что здесь 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 не получилось Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я могу сделать вам скидку в несколько сотен шиллингов, разумеется, после того, как мы прибавим к ним плату Синдры за аренду лошади. Плату за аренду? Но я думала... Синдра, Синдра, это же лошади для аренды. Ты на них ездишь, и ты за это платишь. Кстати, цены очень приемленные. Из-за них исключений нет. И твой счет составляет 92 871 шиллинг. Я не могу столько заплатить. Можно ли что-то сделать, чтобы уменьшить эту сумму? Пожалуйста, мистер Клаудмилл. Хм... Я думаю, тебе придется работать на меня, пока не выплатишь долг. У нас есть конюшня, которой нужен уход и гонка, которой нужен организатор. Если ты будешь работать, давай посчитаем. 47 лет? Да, это должно хватить для уплаты долгов. Нет, это ужасно. Ты мошенник, Джеймс Клаудмилл. Мошенник? Что? Ты не можешь со мной так разговаривать? Я министр туризма. Меня назначил сам мэр. Тогда я скажу этому мэру все, что думаю. Хотите увидеть мэра? Отлично. Но я вас предупреждаю, с ним шутки плохи. Десять минут спустя. Расступитесь перед гордостью Фортпинта. Мэр Пинат. Мэр, это пони? Именно. Говорящий пони? А-а-а... Джеймс говорит, что ты и твоя подруга должны 92 870 джиншиллинг. Я требую оплаты. Если вы не можете заплатить штраф, то Синдра будет вынуждена работать на министра туризма до полной платы долга. Все это очень подозрительно. Я выясню, куда делся Джеймс. Раньше Джеймс стояла на самой верхней башне, на стене Фортпинта. Там, где есть балкон, но именно на платформе. Однако после какого-то обновления его решили переместить. И теперь он стоит в загоне с лошадками около конюшни. А-а-а... Что ты тут делаешь? Твое мошенничество будет раскрыто, Клаудмилл. Обманываю? Это слишком грубое слово. Тебе не кажется? Он платит мне за зарядку для лошадей, а туристы платят мне за то, что катаются на них все в плюсе. И разве вы не должны слушаться мэра Пината? Вы же не хотите, чтобы он рассердился? За мэра говоришь ты по рации. Что? Это безумие. Он говорящий пони. Это правда. Спроси всех, кто за него голосовал. Так мне можно рассказать избираться ли он про рацию? Ну ладно, ты права. Пожалуйста, не говори никому. Это все, что у меня есть. Все начиналось довольно невинно. Я прокрепил к пони рацию и надел на него милый маленький цилиндр. Так родился говорящий пони Пинат. Когда он разговаривал с туристами, я прятался в кустах. Это был успех. Все обожали Пината. А когда пришло время выборов Форта Пинта, я подумал, почему бы не выдвинуть кандидатуру Пината на должность мэра? Я мог бы немного заработать на продаже футболок с надписью «Голосуйте за Пината». Это была просто шутка. Кто же знал, что он реально победит? А когда он реально победил, мне оставалось только одно. Сказать правду? И отказаться от власти? Ты с ума сошла? Я не мог рассказать им, что он обычный пони. И новоизбранный мэр Пинат назначил меня министром туризма. Так я мог править, пока Пинат отдыхал у конюшни и ел сено. Или чем он там занимается? Если хочешь сохранить свой секрет, то тебе лучше забыть о штрафах Синдры. Ладно, ладно. Если ты пообещаешь никому не говорить правду про мэра Пината, я с ней все улажу. Даю тебе слово. Пять минут спустя. Мэра Пинат, прошу, что я опять сделала? Встань, Синдра. Я тебя недооценил. Теперь я вижу, что твоя душа чистая и что ты любишь лошадей больше, чем кто-либо еще на Юрвике. Да, это правда. Тихо. У тебя доброе сердце, поэтому я назначаю тебя министром лошадей. С этого дня ты будешь управлять конюшней форта Пинта и организовывать местные гонки. Почту за честь, мэр Пинат. Министр лошадей? Подумать только. Скорее бы об этом узнали девочки дома. Пять минут спустя. Думаю, теперь все довольны. Извини за недопонимание. Я вижу, что ты гораздо умнее, чем типичный турист. Давай больше общаться, Джессика. У меня такое чувство, что вместе мы заработаем кучу шиллингов. На этом заканчивается еще одна часть нашего прохождения. Надеюсь, она тебе понравилась. Так что всем пока, удачи вам и до встречи в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин